Шалом! Это место, место, где произойдет наша встреча с Господом. И это вот именно третий храм, который описан в пророчестве Езекииля. Это совсем не тот храм, который планируют построить институт храма. Потому что, во-первых, в самом пророчестве Езекииля совершенно ясно показано, что этот храм совсем не такой, как первые или вторые храмы. И этот храм расположен в другом месте, не на храмовой горе в Иерусалиме. Не там, где стояли первый и второй храмы. Из одного стиха пророчества Езекииля совершенно ясно, что этот храм не на храмовой горе в Иерусалиме строится. В видениях Божих привел Он меня в землю Израилевую, поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. Во-первых, поставил меня на весьма высокой горе. В Иерусалиме вообще нет гор, там холмы. Тем более там нет высокой горы. Во-вторых, с южной стороны написано. А первый и второй храмы стояли не на южной стороне. Не на южной стороне холма Сион. А скорее с севера или с северо-востока. И наконец, потому что тут написано в этом стихе и в других стихах, видно, что Езекииль не узнал место, которое ему было показано. То есть священник, который должен был служить в храме, не узнал место, на котором ему был показан новый храм. Он не узнал Елеонскую гору, которую все должны знать, евреи, потому что они всегда ходили в этот храм и на все праздники. И они должны были узнать всю окружающую местность, даже если бы все здания там были разрушены. Но он не узнал этого места, где он служил в храме. И другие подробности, которые у Езекииля указаны, тоже свидетельствуют о том, что это другое место. И это место сейчас нам известно. Оно определяется по пророчеству Езекииля. То есть если изучать это пророчество, то можно найти точно, с точностью до нескольких десятков метров, то место, где должен быть построен храм. Если идти по тем измерениям, которые делал Езекииль, они описаны в книге пророка Езекииля. И там, на этом месте, где должен быть построен храм, мы нашли руины жертвенника, построенного Авраамом, который называется Яговая Ре. Это там, как раз на южном склоне горы и на северном берегу потока на Хальхиве в Иудейской пустыне. Это в 30 километрах южнее Иерусалима. На этом месте должен быть построен третий храм. И это будет место собрания избранных от четырех ветров, место собрания церкви, место собрания славы Господа, как написано у Езекииля. И даже такая есть там примета, которую мы разглядели на склоне горы. Если смотреть со стороны Хевронского Нагорья, то там видно надписи буквами на иврите Йод Шин Вав Айн, то есть Ешуа. И это написано не руками человека, а руслами, ручьев, которые стекают вот такой формы, что издали, глядя на это, видны буквы. Ешуа. Как раз напротив того места, где вот этот жертвенник, где должен быть построен жертвенник третьего храма. То есть на том месте, где Авраам построил древний жертвенник, на этом же самом месте будет построен жертвенник, который описан у Езекииля в его пророчестве. И там же будет построен храм. Но совершенно равнодушны христиане и не понимают этого иудеи, то, что постройка этого храма зависит только от нас. И вот эта великая скорбь, которая сейчас идет уже и будет разгораться дальше, она не может просто закончиться, потому что избранным негде собраться. Негде собрать Богу избранных, потому что единственное место может быть задано самим Господом. И оно задано в Библии, в Танахе, в пророчестве Езекииля. Место, где произойдет встреча нас с Господом. И если мы не подготовим это место, не построим храм, то не спасется никакая плоть. Потому что так это написано. Не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. А избранные не могут быть собраны, если не построен храм, описанный в пророчестве Езекииля. Поэтому мы сейчас должны внимательны быть к этому пророчеству, изучить его, понять его и построить этот храм. У нас сейчас уже есть модель, 3D-модель этого храма. И ее каждый может взять и изучить. Есть программы, чтобы посмотреть эту модель. И даже есть видео, где снята эта модель. И мы уже многое поняли. Практически все устройство храма понятно. Понятно расположение помещений, функции, которые там у этих помещений нам понятны. Что там должно быть в храме нам понятно. Понятны нам его уставы. Но это все нужно реализовать материально, чтобы осуществилось пророчество Езекииля. И тогда мы можем получить то, что желаем. Второе пришествие Иисуса Христа. Спасение Израиля. Спасение всего мира. Прекращение Великой Скорби. Прекращение войн, голода, землетрясений. То, что сатана будет связан. И наступит тысячелетнее царство, которое мы все ждем. Нужно построить храм. И это важно сделать сейчас, потому что время подошло. Нам нужно сейчас быстро собраться и это сделать. Построить храм и прекратить все эти бедствия, которые на нас надвигаются. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА